Уважаемые подписчики, друзья, случайные зрители, я приветствую вас на канале Роман Парфенюк, все о монетах. Друзья, продолжаем рубрику «Редкие и дорогие монеты СССР». В сегодняшнем обзоре мы с вами рассмотрим две очень интересные монеты. Первая монета – это 50 копеек 1983 года. Нумизматами выделяется две разновидности 50 копеек, изготовленных в течение 1983 года. Более редкий вариант оценивается ими в сумму около 1000 рублей. Как же определить такую маловстречающуюся разновидность? Друзья, для этого нужно присмотреться к тому, как выполнено изображение на аверсе. При чеканке основной части тиража применялся штемпель с более крупным изображением на лицевой стороне монеты. Также известно и некоторое количество полтинников с датой 1983, у которых изображение на аверсе несколько меньше. Поэтому, чтобы вам обнаружить редкий вариант 50 копеечной монеты, нужно присмотреться к тому, как располагается относительно канта надпись «СССР». У распространенной разновидности 50 копеечник эта надпись приближена к канту, так как изображение на аверсе немного крупнее. У редкого варианта монеты изображение на лицевой стороне немного мельче, и, соответственно, надпись «СССР» отдалена от канта. Коллекционная стоимость такой нечасто встречающейся разновидности исполнения – 50 копеек 1983 года – на аукционах последняя цена составляла примерно 1000 рублей. Дорогие друзья, Виолити является крупнейшей профильной площадкой для коллекционеров на территории Европы, которой уже существует 16 лет. На этом сайте предусмотрены разделы под любую тематику – коллекционирование, монеты, боны, фотокарточки и открытки, книги, статуэтки и скульптуры, иконы, живопись, изделия из фарфора, столовое серебро, музыкальные инструменты, технические устройства и приборы, фототехника, ювелирные украшения, часы, игрушки и многое другое. На сайте Виолити насчитывается более 5,5 миллионов активных лотов и более 1 миллиона зарегистрированных пользователей из Украины, России, Белоруссии, Польши и других стран. Ежедневно регистрируется около 400-700 новых пользователей. Сделки на Виолити максимально безопасны, так как при оплате лотов пользователи руководствуются правилами оплаты Виолити с учетом деловых рейтингов и верификации контрагентов. Виолити предлагает широкий функционал как для продавцов, так и для покупателей, который обеспечивает комфортное пользование сайтом. Продавать и покупать можно как в режиме онлайн торгов, так и по фиксированной цене. Сайт постоянно развивается, дополняется новыми разделами и новым функционалом. Кроме основного сайта Виолити для коллекционеров есть форум Виолити, на котором вы сможете задать вопросы на интересующие для вас темы и получить ответы как от пользователей, так и от консультантов по коллекционированию. Виолити имеет официальные страницы в популярных соцсетях, где ежедневно публикуются обзоры на лоты и новости сайта. Друзья, я зарегистрирован на Виолити уже более трех лет и скажу откровенно, я доволен. Ссылку на сайт я оставлю в описании под этим видео. И вторая монета сегодняшнего обзора это 20 копеек 1989 года. Друзья, среди 20 копеек отчеканенных в 1989 году нумизматами было выделено три разновидности. Причем один из этих вариантов встречается значительно реже. И поэтому его коллекционная стоимость может достигать до 3000 рублей. Обе тиражные разновидности монеты редкими не являются. В подобных 20 копеечниках до нашего времени сохранилось очень много. И поэтому их коллекционная стоимость минимальна. Вот редкий вариант исполнения 20 копеек 1989 изначально в наличное денежное обращение не поступал. Такие 20 копеечники встречаются только в составе годовых сувенирных наборов Госбанка. От обычных экземпляров 1989 года эти редкие монеты отличаются некоторыми деталями в исполнении Аверса. По какой-то причине их изготовили с использованием штемпелей, предназначенных для чеканки 3 копеек. Для того, чтобы вам определить такую монету, нужно присмотреться к просвету между вторым левым колосом и стеблем третьего колоска в гербе СССР. У тиражной разновидности 20 копеек в этом месте из-под ленты выходит длинная, хорошо заметная ость. Если же в указанном месте ости нет, это значит, что монета от чеканена неродным штемпелем, предназначенным для 3 копеек. Коллекционная стоимость такого редкого варианта 20 копеек 1989, которую можно найти только в сувенирных годовых наборах, сейчас составляет в районе 3000 рублей. Дорогие друзья, если вам понравился этот обзор и каким-то образом пригодилась информация, я прошу поддержать мой проект лайком, подпиской. Если вы еще не подписаны на канал, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы быть в курсе всех новинок и обновлений. На этом я буду заканчивать. С вами был Роман Парфенюк. Все о монетах. Всего доброго, друзья. С вами был Роман Парфенюк.